Вот эту часть я уже прошёл, тут, как говорится, более-менее всё нормально, а вот теперь осталась у нас на этой стороне вот эта часть, переходящая в крыло, ну и там и ниже. И как бы всё будем, сейчас отмываем, отчищаем вот эту часть и начну заниматься. Но я, наверное, начну с того, что надо открыть багажник, снять задний фонарик, и вполне возможно, что вот эту часть можно будет сделать при помощи крючка, а не клеем. Ну и посмотрим, куда тут можно в этой машине долезть. Немножко я пробежался полиролькой, вторым номером. Вот, где тут царапушки. Всё удивительно, вот, как всё видно. Мельчайшие царапинки там какие-то, мельчайшие там повреждения лака. Вот машина свежая, я это знаю. Вот, и тем не менее, мельчайшие царапушки на ней видны. Вот, как вот так получается. Вот, буквально там, как паутиночка. Жалко, я не могу передать при съёмке. Вот, спрашивается, зачем люди машины такого тёмного цвета берут. Вот, на ней всё видно. Вот так на паутине, наверное, будет видно. То есть, машину моют, да? Протирают. И на ней всё вот это остаётся. Ну, и зачем покупать такого цвета, на котором буквально каждая царапина. Так я ещё раз повторяю, что эта машина свежая. И на ней всё видно. Продолжаем. Скрывается обшивка. Тут всё легко и просто. Вот они, пистоны, они многоразовые. Вот здесь и надо стоять вот такая вот штука. Для сумок и сумочек. Ну, как мы видим, надо сдавить по очереди каждый край. Вот она. И она выходит. Дальше ничего сложного. Тут на нескольких болтиках. Вот у нас сидит фонарик, проводка идёт. Здесь у нас вот эта жёсткость. Приклеенная. Прям, я бы сказал, такая действительно жёсткость для жёсткости. Ну вот. Тут даже она пыл ещё заводской. Есть. Вот. Вот такая вот красотень. Ну, я думаю, что добраться можно будет далеко. Вот. Для этого мы снимем фонарь. И через образовавшееся свободное место, я думаю, можно будет работать. Куда-то сюда. Вполне возможно, что и сюда достану, если крючок позволит. И заход. Ну, а вот здесь. Вот здесь. Вот здесь места. Есть вмятинки. Я их потом сниму, покажу. Вот так, конечно, не видно. Всё это будет снято и показано. Ну, и как вы понимаете, чтобы снять этот красивый фонарь, надо снять бампер. Вот. Открутить ещё кучу болтов, отщёлкнуть. А то и по дурости можно что-нибудь и сломать. Ну, это специально делают. Чтобы что. Сюда защёлкается вот бампер. Чтобы, допустим, бампер вот сюда не отвисал, не провисал, если что. Вот. То. Вот так делается. Волки. Бешеные. Больше я ничего не могу сказать. Зачем? Почему? Это все вопросы, как говорится, к производителям. Ну, вот такой доступ у нас открывается. Ну, как-то куда-то можно там проникнуть, залезть. В принципе, отсюда, вон, видно даже арка дверью. Вон она там. Дальше. Вот. Подлезть, я думаю, что будет можно. И туда, и сюда, и вот сюда. Ну, что. Временно я сейчас схвачу эти болтики. Опять же, заживлю-наживлю. Пусть пока так. Вот. Чтобы не теряться. Дальше продолжим. Ну, что же. Вот они, наши первые прелести. Вот. 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 Тоже кромочка. И, кстати, о птичках. Это как раз вот. Вот эта вот красота. Вот здесь ее. Как раз кромка. Попытаемся забить. Там просто шишка вылезла. Для доступа вот к такой вмятинке вот, через фонарь нужен вот такой вот крючочек. Вот такого он вида. Ну, как я уже повторюсь еще не раз люблю работать острым предметом. Заводим и практически сразу же вот мы попадаем туда, куда нам надо. продолжаем. Вот здесь вот была вмятинка у нас. Так, автофокус наводить. Ну, вот. Есть еще у нас... Вот она. Вот она. Вот она. здесь. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. И... вот здесь. Все это мелочи, как бы. ну, их следует подправить. Что-то удается снять, что-то нет. Ну, как бы не в этом дело. Вот. Вот таким крючком, еще раз повторюсь. Вот. Очень даже легко и просто. В принципе, он... вот если приложить вот так. Вот такой у него вид. Получается. Также вот таким можно крючком работать. Тоже хорошо залазить сюда. Ну, тут мы сделали. Переходим дальше. По крылу у нас вот мелкие тычочки тут один на одно. Вот. Глазом видно, а снять не особо получается. Хотя, если потихоньку вести камерой, то видно. Небольшие, но тем не менее на черной машине это все видно. Вот. Вот такая вот красота. Сейчас мы вот здесь поправили. Вот и здесь. Теперь поправляем дальше. Ну, а потом уже, конечно, начнется основная работа. Надо будет вот эту часть, где будет возможность достану крючками, а там уже будем работать дальше клеем. Теперь уже, конечно, я работаю длинным крючком. Вот. До прямого доступа. Вот везде тычки, 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 тычки. Легкие, небольшие. Ну, если бы немало. Вот. Вот здесь вот видно, к сожалению, засвет. Там, где приклеен усилитель, он неаккуратно приклеен, и там слегка поджеванный металл. Но тут лучше уже не трогать. Потому что можно сделать хуже. Ну, вот. То, что было. и то, что стало. Вот. Еще одна мятинка осталась. Сейчас мы ее доделаем. И вот эта часть крыла, как бы, нижняя часть, можно сказать, что в ажуре. Будем переходить к верхней части. Вот. 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 Ну и верхняя часть пострадавшая еще больше. Ладно. Тут дальше, как говорится, уже без комментариев. Сейчас начнется тут куча всякого этого. Сейчас будем просто чисто работать. И все. Вот такое у нас заднее крылышко. Красивое. Ну и вот идем вперед. Так, отводим лампу еще чуть-чуть. И тут везде у нас сплошная красота. Какие-то артефакты непонятные. Вот так, край. И здесь теперь смотрим на саму арку непосредственно. И пошло, 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 пошло. И поехало. Так, надо отойти чуть подальше. Да, снимать это тоже искусство. Это тоже надо уметь. Ну и так далее. Вот такая у нас красивая арочка. Даже интересно снимать, как красиво. Ну, теперь надо все красиво выпрямить. вот так. картина маслом. К сожалению, чтобы воевать вот с этой всей красотой, вот пришлось вот здесь дыру сделать, чтобы был заход вот туда в крыло и в арку дальше. Вот, под такие вот крючочки. Вот, потому что это ломики. А вон он дальше еще один стоит. они 12 миллиметров. Чтобы залезть, вот, 12 просверлил. Вот, и немножко ее расшарошил, как бы, чтобы был нормальный заход. Ну, что, начинаем цивилить цивилить это все дело. Конечно, так, как вот глаз видит, это красочно снять не получается, но я думаю, тут кто понимает, тот уже понял. Меня просят, сними, да сними, сними, да сними. вот, допустим, вмятина. Как вот она есть, как она выпрямляется. У меня, к сожалению, если я вот так вот сейчас как снимаю, я вижу, у меня перед лицом находится телефон, я не вижу вмятина. а вот так поставить и делать ее посредством телефона, у меня такой возможности нет. Я просто вам засниму вот это место. Сейчас даже отмечу. Отметим ее. Вот. Вот такими двумя стрелочками. вот такая штука. Буду делать таким вот довольно-таки острым крючочком, носиком вот этим и вот этой частью. Они заточены под нож. Так называемые, я не знаю, кто как их правильно называет, но я их называю ножевидные крючки, потому что у них вот эта вот часть как нож. Здесь и вот это окончание она как ножичек. Поэтому я их называю ножевидными крючочками. будем делать. Смотрим. Вот она меденка. Потихоньку выходит. Думаю, надо вот так включить. и так снижит, и так снижит. Что ж такое? Или подальше поставить ее. Вот так. Вот. Может быть, вот так будет лучше снимать. Но опять же, камера снижит. вот остатки роскоши. Но снижит безбожно. Вот такая вот все, что от нее осталось. Сейчас будем доделывать. Вот, собственно. Почти, что финиш. Вот. Там еще, конечно, немножко неспокойно вот это место. Но, тем не менее, уже как вмятина, она не смотрится. Потом я это, как говорится, доделаю. Уже смысла нет. А вот сейчас я такие крупные вещи буду вот следующие. Дальше там еще следующие. Вот они. Буду потихоньку делать. Снимать вот это вот по 20 раз прерываться. Смысла нет. Все время с какими-то интересными моментами сталкиваешься. Здесь на крыле вот так вклеена жесткость. Вот ее видели здесь. Смотрели, вот она. Вот. Здесь вот на краю выходит двойной металл. Как раз вот так вот. И здесь тоже вот так немножко. Вот. Загибы от крыла или от чего-то. В общем, какой-то типа усилителя. Вот так вот он на крыле и есть. Дальше здесь на стойке вот здесь по залому видно будет дальше там заломчик такой. Вот здесь тоже приклеено что-то усиливающее. Вот. Тоже типа латки такой небольшой приклеено. В общем, везде свои особенности и нюансы. с другой стороны вот за крыло приятно посмотреть. Вот. Всё как бы нормально. Ничего нигде не прыгает. Не зря я с ним занимался. Вот. Самому даже приятно посмотреть. как говорится сам себя не похвалишь тебя никто не похвалит. сейчас попробуем здесь клеем раз крючком не получается двойной металл. Вот 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 наш краешек крыла. Всё в принципе нормальненько получается. Клей своё дело делает. Уходим дальше. Там дальше будет интересней. Там и под усилителями там вот эти приклеенные штукинцы. Штукинцы которые усиливают проблематичны. Вот у нас. Поэтому будем делать его. Тут даже по побитостям видно какие тут градины летели. Вот. здесь крупно было здесь 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 вот вообще очень сильно. Поэтому естественно и тут будет побито сильно. Будем делать. Клей нам в помощь. Потому что крючком я достаю куда-то вот до сюда. И опять же это только на скручивание. Если получится вот этими силовыми работать на скручивание я ими долезу. Возможно там несколько вмятин я сделаю. видно как раз. Такие у нас вмятинки. Крупненькие вот она. Ну что ж бывает что иногда и везет. Вот крючком я практически достаю до самого края до самого края двери и вот так досюда примерно ну вот на ладоньку от молдинга сюда можно достать. Как мы видим тут у нас есть над чем поработать. Конечно снять это все не всегда удается как бы особенно вот здесь уже на отливе на откосе вот здесь как бы в этой зоне уже ничего не видно. заливает светом объектив ну кто понимает тот поймет что тут не просто сейчас снять арка крыла дверь самое интересное взгляд видит а камера не берет тут все побито должно быть видно не хочет почему-то что-то видно что-то нет поверьте тут еще скучно все места еще как бы тут все очень неспокойно ну а дальше вот засвет пятно и все как-то не получается снять красота вот 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 Ну и вот он, край крыла. Такие дела. А по времени 9 часов. По сути дела, больше чем полдня понадобилось, чтобы вот эту часть крыла уговорить и встать, чтобы она стала ровной. Ну или относительно ровной. Вот такая вот задача была решена. Ладно, хорош на сегодня. Глаза уже устали. Да и машинка от меня натерпелась. Тут прям вот здесь был, как говорится, бой неравный. В этом месте вот здесь и здесь было жестко побито и пришлось долго воевать. Ну а как вы помните, здесь я смог в этом месте достать вот этими своими крючочками, которые понаделал раньше. Вот, и смог осуществить заход прямо аж вот досюда. Вот. Почти до верха. Вот, дошли мы до крыла. К сожалению, вот это не правится ничего. Подровнялось, приятно. Эх, куда тут еще повернуть, чтобы увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok